Здравствуйте, дорогие друзья, мы с вами приступаем к недельной главе Ваехи. Ну, я с хорошими новостями. Это последняя недельная глава первой книги Торы, к итоге Торы Брешит, и всего в этой первой книге 12 глав. И вот эта последняя книга, которая начинается словами «Жил Яков в Египте», слово «Ваехи» говорит о чем-то хорошем, это были лучшие годы жизни. В свои последние 17 лет Яков прожил с Иосифом. Гематрия слова «Тов» – хорошо все, да, 17. Гематрия слова «Жил» 34, дважды по 17. Во-первых, это были дважды лучшие годы жизни Якова. Во-вторых, нам тоже надо понять, что если правильно настроимся, то на этой неделе можем рассчитывать на чудесную неделю, потому что добро в ней заложено в двойном размере. Как настроиться, сейчас поговорим. Наверное, надо в первую очередь посвятить на этой неделе больше духовным вопросам. И тогда мы можем рассчитывать на успех. Рассказывает о Рабе из Ропшица, который, когда увидел бегущего человека, озабоченного, тот куда-то мчится, он подозвал его, подбежал, да, Рэбе, да, что, что случилось? Скажите, а куда вы бежите так быстро? Он говорит, Рэбе, надо бежать, я бегу за заработком. Рабе говорит, а кто тебе сказал, что заработок в той стороне, и ты приближаешься к нему, может быть, на другой стороне, и ты убегаешь от него. В самом деле, спросите любого взрослого, серьезного человека, имеющего жизненный опыт, он нам расскажет, как какие-то основательные планы, которые обманули его, или как вообще сделано, продумано было все и не получилось, и вдруг спасение какое-то приходит там, где не ожидали. Есть только один верный путь, приносящий успех. Что написано? И будет, если вы будете слушать голоса Господа Вакшева и соблюдать его заповеди. Сбудутся на тебе все благословения. Так написано. Поэтому нам не надо бежать. Написано, сбудутся благословения, больше написано, и настигнут тебя. То есть убегать не надо, они все придут. Поэтому люди, которые не разрешают себе душевного отдыха, послушать урок Торы, кричат, что они все время должны зарабатывать, и перед завтрашним днем им надо отдохнуть, телевизор включить, они, я мягко не знаю, как сказать, неправильно поступают. Наоборот, время изучения Торы, это заповедь, ты еще отдыхаешь, получаешь удовольствие и получаешь заработок. Так написано. Заслугу увеличения духовности увеличивается и меняется ситуация наверху. В этой недельной главе есть еще интересное, это благословение Ефраема и Минаша, которыми всегда по сегодняшний день благословляют еврейских детей всегда. Сделать тебя, Господь, подобным Ефраему и Минаше. А почему так? Ведь почему не Балшемтов, не Машарабей, но ничего? Почему именно вот такими? Есть разные толкования это, но есть, расскажу историю, которая говорит о таком еще одном толковании. Был такой раб Яков Арье из Радзимина. Он шел дорогой как-то и встретил учащегося Ишивы. Начали они беседовать, раб его спрашивает, каковы твои устремления, ученик? Тот говорит, Рэбби, я не мечтаю ни о чем великом. Я хочу быть простым человеком. Посмотрел на него, Дровин и говорит, послушай, я в молодости хотел стать Балшемтовым и в итоге стал простым евреем. Что же получается из тебя, изначально желающего быть простым? Здесь кроется ответ на наш вопрос. Если мы хотим получить таких детей, как и Фраем, и наши, то изначально надо пытаться прямо не меньше их воспитать. Что получится, это уже другой вопрос. Но каждый, кто пытается сразу изначально воспитывать заурядных детей, он это благословение не понимает. Еще раз возвращаемся к началу. Это уникальная глава, закрывающая книгу Брешит. Это глава, которой дважды слово ТОВ мы видим удвоено. Поэтому надо посвятить на этой неделе себя духовным вопросом больше, чем другие недели. Потому что потребности и боли тела мы слышим моментально. А вот ежедневно плачущую душу, которая не получает еды и от голода мучается, мы не слышим. На этой неделе положено слышать, чтобы иметь ТОВ. А еще лучше в два раза. Поэтому Брахавы Ацлаха на всю неделю самую удачную неделю всего самого-самого лучшего.